Часть эфира, который посвящен будет потерянным, как я назвал, коленом армян. В прошлой части мы говорили о этнических группах, которые вошли в состав армянского народа за последние тысячу лет. И сегодня мы будем говорить во второй части об этнических группах, имеющих армянское происхождение, субэтнических группах, религиозных группах и глобальных группах постоянного населения, которые живут на исторической армянской территории, на родине армян, армянском Нагоре. Еще раз вернемся к пониманию армянской родины. Глобальная Армения состоит из четырех частей. Историческая Армения, где сформировался, жил тысячелетие, творил, имел тысячелетнюю государственность, многотысячелетнюю армянский народ. Это Большая Армения, Мецхайк, Армения Маджор, Мейджор Миния, которая составляет основную территорию. Это Армения Минор, Покер Хайк, Малая Армения. Это Киликия, и это Армянская Междуречье. В состав Малой Армении мы включаем и территории Камагены, Сафены, которые находятся на западе, в центральной Турции. Для того, чтобы у вас сложилось ясное впечатление об этнической истории, вы должны северной границей определить в основном реку Кура, по реке Кура, где расселялись армяне. Восточной границей также это Междуречье, где Кура сливается с Араксом, и провинция Пайтакаран, это сегодняшняя наиболее южная часть современного Азербайджана. Западная часть приблизительно на восток от города Анкары. Если вы проведете с восточной части города Анкары, столицы Турции, ровную линию от Черного до Средиземного моря, вы увидите западную границу исторических армянских земель. Южная граница. Это там, где и сейчас еще остался один из последних армянских городов. Это территория Северной Сирии, Кесаб и около семи армянских небольших сел. С турецкой части это маленькое село Вакефлы. Это Северная Сирия и Северный Ирак. Северный Ирак, Северная Сирия, современный западный Иран, это территории, которые составляют историческую родину, этническую территорию армян. Мы будем говорить об этнических группах, расположенных на данной территории, имеющих армянское происхождение. Либо полное, либо частичное, о субэтнических группах, еще раз повторюсь, религиозных группах. И просто о населении, которое там живет, и поговорим, к какому антропологическому типу они относятся, какая у них генетика, какая есть память, как они сепарированы, отделены от другого населения, либо нет, либо составляют титульное население данных территорий. И вот об этом мы сегодня поговорим в сегодняшней программе, я вам буду об этом рассказывать. Соответственно, мы сегодня говорим о шести странах, в состав которых входят территории исторической Армении, этнической родины армян, где армяне жили вплоть до 1915 года, составляя значительную часть населения, и на которых армяне составляли большинство населения до 1896 года, до начала резни армянского населения Абдулгамидом. Вот. Фактически до 18 века, на этой большой территории 800 тысяч квадратных километров, до начала 19 века, армяне составляли подавляющее большинство населения, несмотря на большое количество нашествий, большое количество переселений, несмотря на то, что турки использовали восточно-иранский этнос курдов в качестве военных колонистов, и постоянно их переселяли с целью изменения этнического состава населения Армении, Малой Армении, Геликии, Западной Армении. Так же поступали и персы. Произошла сначала иронизация, а потом тюркизация населения Атарпатакана, который по-арабски потом был назван Адербейджан, Адербе, уже настолько, столько транслитерации слова Атарпатакан, названного по имени полководца Атурапата, что уже сложно определить, как они его называли. Адербейджан, Адербейган, сейчас называется это провинцией Ардебиль, восточный и западный Азербайджан. Сначала там произошла иронизация армяноязычного населения, потом тюркизация, и мы имеем сейчас 20-25 миллионов тюркоязычного населения, которые антропологически в своем большинстве относятся к арминоидному типу и в значительной части, не полностью являются потомками местных коренных армян. Последнее армянское княжество Артаз в северо-западном Иране, католическое княжество, прекратило свое существование, пало в 1426 году. Скоро будет 600 лет. Скоро будет 600 лет. В 1426 году пало это княжество. Последнее армянское государственное образование на территории северо-западного Ирана. Княжеская семья погибла, защищая замок Артазки и Маку. Да, вот так это происходило. Итак, мы поговорим, начиная с Грузии, пока кратко тезисно, потом более детально, об этнических группах, имеющих армянское происхождение. Этнических, субэтнических, религиозных, просто населения. Армянские этнические территории, которые входят в состав современной Грузии, составляют свыше 13 тысяч квадратных километров. Даже около 15 тысяч. Не беря переселенческие территории в Кахетии, где армяне практически всю историю Кахетии состояли 40-50 процентов населения и подавляющее большинство населения всех городских центров. Итак, современная Самская Джавахетия. Глобально. О каких этнических группах мы можем говорить? Если вы посмотрите на этнографические карты Советского Союза, переписей даже 1926 года, вы увидите огромное количество армянских сел вокруг Белиси, на территории КВМО-Картли, на территории Кахетии, на территории Месхетии. Сейчас этих сел нет, они грузинизированы, и десятки тысяч армян записаны грузинами. Это результат советской власти и работы Комитета государственной безопасности Грузинской СССР и Коммунистической партии. Необходимо было лебить условное большинство в титульной Советской Республике. Вот. Так это происходило. Тотальная ассимиляция, подобной же тотальной ассимиляции подверглась другая территория в составе СССР. Это Карело-Финская Советская Социалистическая Республика, либо просто Карелия. Ну, там тотально ассимилировали население. Вот с армянами произошло так. Итак, католическая церковь Грузии. По официальным данным, католики составляют 1-2% населения Грузии. То есть, как бы один армяне, один грузин, или полтора армяне, 0,5 грузины. Это непонятно, но что необходимо помнить. Если вы слышите, что грузин католик, грузин католиков не существует. Все грузины-католики, которые считаются грузинами, являются этническими армянами, которые были картрелизированы. И сейчас эти грузины-католики составляют очень высокий процент населения в Ахалцехе, Адыгене, и в других районах, которые находятся рядом. Такие села и городки, как Вале, Абастуман, Уде, являются на 100% армянскими. На 100% армянскими являются, но сейчас там нет армян, по несколько севей живет. Все армянское население записано грузинами на этих территориях. Поэтому мы можем говорить о такой этнической группе, которая не смешивается с грузинским, мусульманским и православным населением, как грузины-католики, которые к грузинам этнически не имеют никакого отношения. Это этнические армяне. Далее, это население практически 90% сел вокруг города Тбилиси радиусом в 30-40 километров, которые были картвилизированы практически в недавнее время, в период советской власти. С 22 по 1959-65 годы были переписаны грузины. Многие армянские села, значительное количество населением было картвилизировано еще в 19 веке. Армяне там были давно грузиноязычными. И многие были православными. Многие придерживались большинство армянско-апостольской церкви, но говорили на грузинском языке уже. Поэтому, если мы говорим, чтобы вы понимали, о грузинском населении Джавахети, где есть небольшое грузинское население на 85-90%, если не брать эмигрантов и джаджарии, коренное население Ахалкалаки и Ниноцминды грузинское, оно очень малочисленное, это 3-3,5 тысячи человек, максимум 4, является потомками коренных армян, которых картвилизировали. Далее, если мы говорим глобально о Самской Джавахети, приблизительно половина местного грузинского населения представляет собой армян, которые были переписаны в грузин за время советской власти и за время периода независимости современной Грузии. Если мы говорим о Кахетии и не будем учитывать северные горные субэтносы грузин, мы не учитываем хевсуров, не учитываем матиулов, пшавов, не учитываем остальные народы, там их несколько всего. Давайте по памяти уже назову всех, а вы меня поправите, если кто-то помнит, если я ошибусь. Пшавы, хевсуры, матиулы, вот память, уже на... Ну, кистинцы, это чеченцы, пшавы, матиулы, хевсуры, кистинцы. Кто же у нас там еще? Еще есть пару этносов, буквально выскочило из головы, незначительных, которые там проживают. Вот. Никогда я не забывал и знаю места расселения. И вот сейчас все-таки попытаюсь вспомнить, естественно, несмотря ни в какую справочную литературу. Мегрелы мне пишут, нет, Мегрелы не имеют никакого отношения к северным горным этносам Кахетии. Мегрелы проживают в Мегрелии. Нет. Поэтому мы имеем матиулов, это просто горцы, если мы переведем, мы имеем пшавов, мы имеем хевсуров, да? Вот. И мы имеем еще один небольшой этнос, кроме кистинцев. Но я вспомню, обязательно скажу. Просто мысли были заняты другими вопросами, это не существует. Если мы исключаем эти этносы, то мы получаем приблизительно от оставшегося картлийского населения, там же у Кахетинского картлийского населения, мы получаем приблизительно 50% бывших армян. Если мы берем территорию именно исторического, картлий, то в Тбилиси приблизительно каждый третий является за вычетом Мегрелов и Сванов. Каждый третий из местных грузин является армянином, который поменял свою национальность. Да? Вот. Мне пишут сваны. Нет, сваны живут в Сванетии. Я говорю о Кахетии, дорогие друзья. О северных, небольших этносах Кахетии. О горных. Вот. И соответственно, соответственно, что я хочу сказать, приблизительно будем, если говорим о Картли, Квему-Картли, если мы говорим о Месхете и Джавахете, то там приблизительно вот так половина населения, половина населения, это потомки армян, которые сменили свою национальность на картвеллов. Фактически, если говорить о группах, которые имеют очень давние общие родственные связи с армянами, это все грузинские группы. Вот. Все грузинские группы. И представители не грузин, картвельских народов, таких как Лазы, Мегрелы, Сваны. Но, конечно, если мы говорим обоименно грузинском факторе, где не было массового именно уже после формирования армянского населения, то это Гурия, это Эмиретия. Вот. Это такая основная настоящая Грузия. Эмиретия и Гурия. Вот эти две области. Ну, далее идет Мегрелия, это отдельный народ. И далее идет Сваняти, это отдельный народ. И южнее Аджария, это отдельная история, отдельный народ. И Лазистан, Лазиков, тоже отдельный народ, относящийся к картвельской группе. Все народы, и Лазы, и Мегрелы, и Сваны, и картлийцы, картвелы, они близко родственные, безусловно, народы, но они также родственны с армянами. Необходимо учитывать и тот факт, что в более древние периоды истории и в состав армян вливались представители картвельских народов. И картвеллы, заны, это предки Мегрелов, Сванов и Лазов и Аджарцев, и они тоже армянизировались, и подобные процессы происходили 2500 лет назад и 2000 лет назад и переходили на армянский язык. Поэтому это двойственный процесс. Нельзя говорить ни в коем случае о том, что только армяне на территории Грузии массово, да, их сотни тысяч, в принципе, только известные нам населенные пункты и местности, это приблизительно полмиллиона населения современной Грузии, где всего живет 3,5 миллиона человек. Если еще прибавить армянское население, которое там проживает и не поменяло национальность, то это пятая часть современного населения Грузии. Да, но необходимо признать, что в западной зоне взаимодействия армян и грузин, в Южном Причерноморье, также большое количество картвелов в древние времена армянизировалось, переходило на армянский язык и становилось армянами. Поэтому это обоюдный процесс. Необходимо это понимать. Исходя из этого, мы можем говорить о том факте, что грузины и армяне, этносы, которые жили всегда рядом, всегда рядом, условные грузины, да, я имею в виду все картвеллоязычные народы, имигрелов, исванов, илазов, и грузин-картлийцев, вот, они всегда жили рядом. Ну вот такие грузинские этносы, например, как имерхевцы, которые исламизированные живут в Турции, на стыке границ Армении и Грузии, и вот до Черного моря частично, они имеют большую часть армянское происхождение. Это потомки армян, которые сначала приняли греческое православие, вот, Хевсуров я называл, которые, как бы, раньше приняли греческое православие, потом были уже исламизированы. С греческим православием, которое сейчас является главной религией Грузии, и уже пришел и грузинский язык, так как грузинский был основным, а не греческим, естественно, на этой территории. Поэтому в Грузии, в современной, мы можем говорить, вместе с теми армянами, которые еще там проживают, в основном на территории Джавахети и в Тбилиси, приблизительно 20% населения имеет прямое армянское происхождение и живет компактно. Вот, Тбилиси более перемешан, и еще раз повторюсь, что где-то каждый третий грузин, за вычетом Мегрелла Высванов, проживающий сейчас в Тбилиси, это человек, родители которого, дедушки, бабушки или прадеды и прабабушки, идентифицировали себя как армяне, и все их предки сотни лет жили как армяне. Вот, так это приблизительно было, так это работает. Так это работает. Это по Грузии, вот так кратко, если мы скажем. Территория Азербайджана. Известна большая часть населенных пунктов, где армяне были исламизированы с момента массового притока тюркского элемента, арабского элемента, персидского элемента, и все это началось приблизительно с 11 века. Начальный приток более-менее массовый. Хотя мы знаем, что на большей части территории Азербайджана, вплоть до 16 века, начало 17 века существовали армянские княжества. До 16 века это было глобально, после 17 века это было больше, но компактное армянское население сохранялось на территории до Октябрьского переворота. Это приблизительно на территории 18-19 тысяч квадратных километров, исходя из современной территории Азербайджана, 86 600 квадратных километров. Ну и 200 квадратных километров Азербайджанская армия сейчас оккупирует Республики Армения. 200 квадратных километров. Почти 1% территории Республики Армения на сегодняшний день. Такие субэтносы Азербайджана, как население Абширона, это армяне, которые проживали на Абшироне и раньше перешли на персидский язык и стали татами. Потом они были тюркизированы и были записаны азербайджанцами. Это айрумы, айгором, потомки армян-католиков, которые были тюркизированы, значительные субэтносы, проживают в северо-западном Азербайджане. Это значительная часть ингилойцев, которые являются бывшими албанами и армянами, проживают в Эрети, исторической территории Грузии. Это Эретий, Камбичан, армянское царство Камбичана, которое там было. И это населенные пункты Арцаха и Нахачевана. В принципе, это около 30-40% местного тюркского, впоследствии азербайджанского населения, которые были целиком исламизированы и тюркизированы прямо населенными пунктами. Так это работает, так это было. Это вот про азербайджан, если кратко. Иран. Здесь все очень просто. 60-70% всего населения провинции Западной Восточной Азербайджан-Ардебиль относятся исключительно к арминоидной расе. Так очень кратко я вам скажу. Все население Сирии это арминоиды. В Северной Сирии до сих пор проживает около 250-300 тысяч исламизированных армян. Так как армянская христианская община не признавала их армянами, не вступала в контакты, несмотря на многочисленные обращения со стороны исламизированных армян, они там и проживают в статусе курдов, в принципе, и до сих пор. Их около до 300 тысяч, от 250 до 300 тысяч на сегодняшний момент. Они также понесли большие потери, несут вследствие событий, связанных с ИГИЛ, с интервенцией в Сирии, с боевыми действиями на территории Сирии. В Северном Ираке фактически не осталось потомков армянского населения, даже среди местных курдов. Северный Ирак, та его часть, которая была частью этнической территории армян, там от армян в этническом аспекте ничего не осталось. Есть новоприехавшие армяне из других частей Ирака, около 10 тысяч человек, незначительное количество. Поэтому, если мы можем говорить об армянском антропологическом, генетическом серьезном элементе в Сирии и в Иране, то в Северном Ираке мы об этом говорить не можем, там ничего нет. Местные курды не имеют никакой связи с армянами, этнической, кровной. А вот Турция, это, конечно, глобальный проект. Во-первых, от Анкары до границ с современной Арменией, большая территория современной Турции, 90% населения, 90% принадлежит к армяноидной расе. Армяне постепенно становились оливитами, не принимая суннитский ислам, уходя от христианства, живя на территории Османской империи. Таких оливитов сейчас около 20% населения Турции. То есть, когда мы слышим оливит в Турции или оловит в Сирии, потому что это потомки киликийских армян, я вам не сказал, мы сразу должны понимать, что это армянин, если мы потомок местных коренных армян. И в Сирии, и в Турции это население составляет около 20%. Это огромный процент и от населения Турции, и от населения Сирии. Ну, а от Анкары, в принципе, все, если мы проводим линию от Черного моря до Средиземного через Анкару, все на восток, это исключительно армяноидная раса. Все, что на запад от Анкары до границ с Грецией, это армяноиды около 25-30%. Процент армяноидов также повысился не очень существенно, но серьезно вследствие переселения на территории Турции около 1 миллиона помаков, мегленитов, торбешей и гуранцев, исповедовавших ислам, которые являются потомками армян-павликиан. То есть, вырезав армян-христиан, турки поселили на их земли потомков армян-павликиан из Балкана. Такая замечательная история. Количество в Турции проживает 82 миллиона, даже уже 86, говорят, миллионов человек. Мы можем говорить приблизительно о 10% населения, которые имеют прямое армянское происхождение. Это просто армяне, которые исповедуют ислам. 10% это очень много. Глобально, конечно, около 60% населения современной Турции имеют армянское происхождение. Около 60%. Это глобально очень большой процент. Мы можем называть этнически, генетически, культурологически, антропологически Турцию, той же большой Армении, которая была во времена Тиграна Великого. И не важно, курд это, араб или турок, это совершенно не важно. Эти люди, на каком языке они говорят, как себя идентифицируют, в них течет армянская кровь. Самое интересное, о чем я буду говорить, я буду вам рассказывать в третьей части. Потому что я сейчас краткие даю обзоры по сопривельным странам. По Турции я дам еще более детальный обзор, это будет четвертая часть. А вот в третьей части мы будем говорить об этносах, которые имеют частичное армянское, или полное армянское происхождение, которые живут по всему миру за пределами исторической Армении. Еще раз об исторической Армении. Конечно, армянский этнос был крупнейшим этносом региона и Ближнего Востока. Много тысяч лет. Так как имел крупнейшую этническую территорию. То есть, назовем это заводом по производству армян. Около 800 тысяч квадратных километров. Что вы представили, сколько это? Это прибавьте на карте к современной Украине ровно территорию Беларуси. Это этническая территория, которая производила армян тысячи лет. Сейчас эта территория разделена между шестью государствами. Грузией, Азербайджаном, Ираном, Ираком, Сирией и Турцией. Между шестью государствами. При том, что с Ираком и Сирией Армения даже не граничит. А там находится родина армян. Этническая, кровная, где рождались армяне тысячи лет и творили историю. Это результат не только геноцида. Это результаты формирования турецкой нации. Турецкая нация, турки, государства полностью сформировалась на армянской основе. Необходимо это учитывать. Мы говорим сейчас о Турции. В случае Азербайджана это частично. Почему? Так как в случае формирования современного Азербайджана население формировалось из четырех мощных пластов. Армянского, иранского, кавказского. Это основные. И более малочисленного тюркского. В Турции же такого не было. Это был глобальный армянский пласт. И народов, имеющих армянское происхождение. Братьев армян, которые исчезли. Это корейцы, ликийцы, капотокийцы. И греков. Это и есть основной косяк. Которые с армянами являются народами одного корня. Так как греки и армяне, две ветви одной общности. Вот, дорогие друзья. Я приблизительно то, о чем я вам хотел рассказать. Третья часть будет посвящена, еще раз повторю, народам, которые живут за пределами исторической Армении и имеют армянское происхождение. Четвертая часть будет полностью посвящена исключительно Турции. Поэтому я рад, что в сентябре я снова с вами. Подписывайтесь на канал Тигранова Кенлайф. Подписывайтесь на энциклопедию. Учитесь и становитесь слушателями школы геополитики, которую вы можете прочитать на телеграм-канале детально. Вот, школа растет, растет количество подписчиков энциклопедии. Продолжаются проекты, в которых я участвую и которыми руководят мои близкие друзья. Вот, я, слава богу, ничем не руковожу и не стремлюсь, но принимаю во всех проектах активное участие. И буду продолжать это делать. Подписывайтесь, присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду и дальше всегда с вами обязательно. Вот, настолько, насколько у меня будет свободного времени, а я постоянно стараюсь, чтобы его было много. Еще раз большое спасибо и до новых встреч.